Салва малийкум, храмят лимилет аштер, здравствуйте, уважаемые друзья, хаумалат башхуртар. Сегодня я хотел поговорить о Хабирове, как о человеке, который был специально прислан Москвой в Республику Башхирстан, как антибашкирский проект. Как антибашкирская личность для того, чтобы уничтожить национальное движение, ну и вообще все башкирское в Республике Башхирстан. Многие скажут, что я ошибаюсь, что это не так, он сам башкир по национальности, он многое делает для Башхирстана, как вот некоторые пишут, тем более особо приближенные из башхирской интеллигенции, что вот Хабиров столько сделал для Башхирстана. Нет, я считаю, что он сделал очень много вреда для Республики Башхирстан и сделал это еще больше, и я готов это обосновать. Начнем с того, что, как сказал политолог Дмитрий Михаличенко в одном из эфиров на Эхе Москвы, что Хамитова убрали и поставили ради Хабирова на место Хамитова по двум причинам основным. Первая причина – это нужно было решить проблему с сырьем для завода соды. Все мы знаем, что Хамитов говорил, что пока он будет во главе Республики, никто Шахана не отдаст на разработку, да, то есть он был против. Не знаю, по каким причинам, действительно ли он был защитником экологическим, либо какие-то свои личные какие-то были причины, но остается фактом, что он был против. Вот, он не поддерживал, да, разработку Шаханов. Именно поэтому одна из причин, из-за которых его снесли. И вторая причина – когда поставили Хабирова, ему дали установку ликвидировать его национальное движение, прижать баштирских националистов, как четко сказал Дмитрий Михаличенко. То есть вот эти две установки были даны Хабирову, когда его ставили главой республики вместо Хамитова. Давайте промотаем назад, да, и на конец 2018 года и вспомним, что, когда пришел Хабиров, что в первую очередь он начал делать. То есть, чтобы мы поняли, насколько это антибашкирский человек, антибашкир, шульген, да, или, как я говорю, это башкириц, верный московскому Кремлю человек. Итак, первое, что случилось, кто помнит, в Сибае начались волнения местных жителей по поводу дымящего карьера. Дымящего карьера, и жители возмутились, жители начали обращаться к Путину, начали собираться на стихийные акции протеста, на митинги. И вот Хабиров сам лично приехал туда в Сибай, и в интернете гуляет видео, где он там разговаривает с местными жителями, когда они ему говорят, что мы будем организовывать митинг, обращаться к Путину. Он там начал на них кричать, там, вы что, меня пугаете, что ли, ну и так далее, да. То есть, и, насколько мы знаем, жители Сибая были, все вот эти протесты были подавлены, запуганы, многих тогда запугали. Акции протеста практически ничем не закончились. Он там навез туда кучу всяких артистов, чтобы там как-то задобрить, замаслить местное население. Привез туда главу Казицына, да, то есть, вот это вот, чей карьер Сибайский, да, чьей компанией принадлежал этот Сибайский карьер, который пообещал 200 миллионов рублей городу Сибаю в качестве компенсации за вот этот горящий серный карьер. Но все мы знаем, что этого не произошло, никаких денег Сибай не получил, его жители просто кинули. А мы помним, что сколько сибайцев уехало из города, сколько людей продало квартиры свои, сколько, как цены на квартиры упали очень сильно. Все мы это помним. То есть, Хабиров, вместо того, чтобы решить проблему, он запугал местное население, там, карьер залили, конечно, да, но проблема не решена абсолютно. То есть, карьер есть, вот эти испарения до сих пор есть, ну и город остался, скажем так, ни с чем, да, с экологической проблемой. Вот один из самых первых поступков Хабирова по отношению к башкирскому городу, чисто башкирскому городу в Звурале, да, столице Звурале, городу Сибаю. Потом, что было? Потом второй такой яркий момент из деятельности Хабирова – это Куштао, когда он объявил о том, что вот якобы проблема с Шиханом Таратао он решит, решил точнее, что Шихан Таратао не будет разрабатываться, так как там возле этого Шихана похоронена его мать, что этот Шихан сам по себе очень красивый. А вот Шихан Куштао, он некрасивый, и как бы не имеет никакого особого значения для Республики Башкортостан, для его истории и его жителей. И вот я его решил отдать в разработку, да, то есть... И после этого, когда начались вот эти вот протесты местных жителей, протесты национальных организаций, протесты вообще жителей Республики Башкортостан, он там начал подавлять эти протесты, разгонять. Мы помним, как организация Башкортостан устраивала ЕИН на Куштао, как там пытались не допустить организацию эту, как там перепахивали землю, травили ядохимикатами, всё вокруг. Помним, как он кричал с трибуны госсобрания Курутай, что не надо меня ломать, запугивать, Куштао будет разрабатываться, не надо подкупать журналистов, националистов, ну и так далее. Да, мы все помним эти прекрасные слова. То есть он отдал Куштао на разработку, не посоветовал же с низнаселением, не сделав никаких выводов, то есть лично вот это вот своё мнение, своё желание озвучил на всю Республику. Следующее, это я вот тут записал, 15 таких самых основных действий, антибашкирских действий Хабирова. Третье, мы помним, как он пытался сорвать третий съезд башкирского народа, который проводил организация Болбашкорт. Два года подряд организация смогла более-менее нормально провести этот съезд. Третий съезд Хабиров, с приходом Хабирова, как он только пришёл, как раз в Болбашкорт подошло время проведения очередного съезда, где он подводил итоги, то есть за год, что произошло, какие проблемы там у башкирского народа назрели. И Хабиров не дал ни одного помещения, то есть, ну не то, что не дал, у него, в принципе, никто и не спрашивал. Болбашкорт сам снял помещение, я помню, в одной из гостиниц города Уфы, в большом конференц-зале мы сняли помещение. Практически в последний день, в день проведения съезда нам отказали, сказали, что не будет ничего. Мы оперативно сняли дом, большой коттедж в центре Уфы. И все приехавшие на митинг, точнее на митинг, на этот съезд люди, больше двухсот человек, собрались в этом доме, на этот съезд. Когда съезд начал проходить, приехали пожарные, МЧСники, полиция, пытались нас там всех выгнать оттуда, якобы пожар идёт. Но в итоге мы съезд всё равно смогли провести. Но факт в том, что была попытка срыва, то есть попытка помешать организации Башкорт провести своё мероприятие. Третье, а, четвёртое. Ну, уже началось давление на организацию Башкорт, и все мы помним, что в мае месяце, а точнее 22 мая, 20 мая организацию Башкорт признали экстремистской. Все знают прекрасно, что это была инициатива Хабирова, в первую очередь. Ну, и, конечно, там совпали все желания и местных правоохранительных органов, и ФСБ, и самого Хабирова, конечно же. Вот. И одна из крупнейших национальных организаций башкирского народа, была, у которой было 18 филиалов, несколько тысяч членов, 60 тысяч подписчиков, только в официальной группе. Эта организация была признана экстремистской. Вот один из очередных поступков Ради Хабирова. Дальше была посадка Айрата Дельмухаметова, одного из лидеров национального движения, башкирского национального движения. Мы помним, как Айрат Дельмухаметов критиковал Ради Хабирова, рассказывал о нём многое из того, что мы все не знали, а так как они вместе учились в Турции, и много что Айрат Дельмухаметов знал о Хабирове, он начал об этом говорить, ну и также он продвигал свой проект в Четвёртой Республике, его быстро посадили. То есть, да, если при Хамитове это было, скажем так, его, конечно, тоже сажали, но этот процесс был очень долгий, то при Хабирове всё произошло очень быстро, в течение полугода, и Айрата Дельмухаметова посадили. Тем более Айрат Дельмухаметов там заявил о том, что он будет выдвигаться на пост президента Республики Башкортостан. Ну и в итоге вот один из таких ярких моментов, ярких злых моментов, да, Ради Хабирова, это посадка Айрата Дельмухаметова. Айрата Дельмухаметова. Потом 20 августа, да, август 2020 года, 15-16 августа, это побоище на Куштау, когда, а ещё до этого было 10 августа, когда ночью малолетки в количестве более 300 человек напали там на лагере, да, защитников Куштау. Ну и сами 15-16 числа, когда был, особенно 15 августа, когда был отдан приказ Ради Хабирова о подавлении, разгоне палаточного лагеря, избиении его защитников. Более 70 человек было арестовано в тот день, разрушен был палаточный лагерь. Вот этим чмошником Азаматом Абдрахмановым Бадранов там тоже лично руководил всем этим стетушками. Кто отдавал приказ избивать жителей Республики Башкортостан? Ну, конечно же, Ради Хабирова, без него этого ничего не произошло бы. То есть, непосредственно в этом был замешан конкретно Ради Хабиров и его команда Бадранов, Кельсинбаев, Азамат Абдрахманов, Назаров, ну и все остальные, да, вот эти вот люди. То есть, непосредственно Ради Хабиров проявил себя как жестокий человек, который готов избивать свое собственное население ради того, чтобы московские олигархи скажем так, были обеспечены сырьем, да, то есть, обеспеченность, их предприятие было обеспечено сырьем. Вот. Дальше. Дальше была посадка Рамели Саитовой. Посадили Рамелю Саитову за, когда она сперва спросила, ну, в принципе, вполне безобидный вопрос, откуда столько армян в республике Башкортостан, да, когда она спросила там у армянских девушек. Вроде бы, как бы, да, это, ну, такое, провокационный, вроде бы, кажется, вопрос, но в то же время, я вот, если честно, так призадумался, но в этом не вижу ничего провокационного. Но давайте вот логически рассудим. Почему простой человек не может задать вопрос, откуда столько армян в республике Башкортостан появилось после приезда ради Хабирова? В принципе, да, давайте, вот, если до радио Хабирова жило какое-то количество армян в республике Башкортостан, а после приезда ради Хабирова их увеличилось в несколько раз, то, в принципе, это должно вызывать вопросы. Разве нет? К тому же, все многие подряды начали отдаваться армянским организациям. Сейчас мы это прекрасно знаем, да, и Кашкодан был, да, отдан, и сейчас даже вот этот храм всех святых на въезде в Уфу на городе, на месте исторического города Башкортостан строят армяне. Ну, и там много всего остального, да. Вопросов не возникало бы к тем армянам, которые приехали до ради Хабирова, жили здесь, как-то смогли легализоваться, стать гражданами, да, Российской Федерации, ну, и республики Башкортостан, прописаться здесь там, жить и работать на благо республики Башкортостан. К этим вопросу нету, да, никакого. Но, если вдруг появилось сразу несколько тысяч армян в республике Башкортостан сразу после приезда ради Хабирова, то это должно вызывать вопросы. И вопросы Рамели Саиды в этом контексте звучат вполне нормально. Но ей за этот вопрос дали 10 суток. Хотя вот, когда у нас ходят по Уфе, зигуют русские нацисты с фашистскими приветствиями, да, Россия для русских, Москва для москвичей, когда кричат там под стенами ФСБ в Уфе, я еще раз говорю, то их никого не посадили, да, даже ни штрафа, ни штрафа никакого не было. А вот за вопрос, почему столько армян, Армели Саиды дали 10 суток. После этого, когда нас подняла вопрос о строительстве православных крестов, точнее, не о строительстве, а о установке православных крестов по всей республике Башкортостан, почему столько много крестов стоят, и предложила сносить незаконно установленные кресты, еще раз говорю, незаконно установленные кресты, то есть те, которые установили самовольно, то за это ее посадили на три года. На три года ее посадили, только вот за это. Хотя тоже я считаю, что это вполне нормально, когда человек призывает сносить незаконно установленные объекты. То есть, с какой стати в республике Башкортостан везде понатыкано крестов, на которые нет разрешения. Естественно, эта власть должна сама в первую очередь сносить такие объекты. Но так как она не сносит, так как у нас всем практически руководит РПЦ, русско-православная церковь, и имеет очень сильное влияние на Хабирова, то этого нету, этот вопрос приходится поднимать общественникам. И когда они поднимают эти вопросы, их за это сажают. Вот Рамбелю за это посадили на три года. Дальше, следующее, это было знаменитое громкое событие, посадка Крамоскалинской четверки. То есть, это ребята из организации Вашкорт, которые поехали в Крамоскалинский район, ничего не успели совершить, хотя им там что только там уже на них не повесили, что они там якобы пытались отжать бизнес у армян, там еще что-то там, устоить какой-то кровавый побоище. Этого ничего не было, этого ничего не произошло, но ребята осудили на реальные сроки, а до суда они сидели очень долго в тюрьме. Одного из этих защитников, Марата Шарафуддина, до такой степени избили там, что он попал в этот психиатрическую больницу в Базилиевке, и до сих пор он в таком состоянии. И в итоге ребята осудили ни за что, подкинули им оружие, долго сидели в тюрьме, еще раз говорю, сейчас они получили огромные условные сроки. Ну, слава Богу, хоть условные сроки дали, но все равно, когда тебе дают ни за что какие-то, на тебя вешают уголовное дело, обвиняют тебя в совершении преступления, которое ты не совершал, это несправедливо. Это была очередная расправа Хабирова над башкирским национальным движением, над башкирским вообще народом. Я считаю так. Следующее, что произошло, это когда началась война, Хабиров начал сумасшедшим образом просто отправлять башкир на войну, организовывать вот эти огромное количество батальонов, ну, практически выкосил, выкосил башкирское мужское население, когда он отправил вместо там двух тысяч мобилизованных, которые он должен был отправить, он отправил там практически там больше десяти тысяч, в том числе еще, как говорят, приписал Татарстану башкирских наших египеттерды. Сейчас огромное количество мы, Башкирстан занимает, еще раз говорю, стабильно первое место в Приволжском федеральном округе по количеству убитых среди башкирских мужчин и стабильно четвертое место по всей России по количеству погибших мужчин. Это ли не геноцид мужчин Республики Башкирстан и в первую очередь башкирского народа? Конечно же, это геноцид и проводят его лично хабиров по приказу Путина. Дальше. Очередная посадка Рамели Саитовой. Вот буквально недавно Армелю Саитову посадили. Когда она вновь начала поднимать наболевшие вопросы, она поднимала вопросы по поводу войны, она тоже была возмущена тем, что столько башкир отправляет на войну в Украину. Она начала поднимать вопросы по поводу строительства храма этого и ее быстро посадили. Сейчас она находится под следствием. Дальше. Отказ строить мечеть Ар-Рахим. То есть Хабиров открыто заявил, сперва, когда пришел главой Республики Вашкорстан в начале своего правления, он заявил, что мечеть он достроит, он найдет инвесторов и так далее. А сейчас он открыто заявил, что никакой мечети строиться не будет, к нему не подходить с этим вопросом. Денег на это нет, все деньги уходят на войну в Украину. То есть вот отношения Ради Хабирова. И это еще раз дает повод говорить о том, что на самом деле Ради Хабиров никакой не мусульманин, хотя он открыто говорит, что он якобы мусульманин и соблюдающий мусульманин. На самом деле это не так. Есть, гуляет видео, где он ну конечно там со спины, но многие люди сказали, что это действительно был он, знающие люди его лично. где он купается в проруби на крещении и там крестится и так далее. Также у него жена православная, армянка, да, по национальности, дети у него православные, он сам об этом сказал на видео. Это еще раз подтверждает, что к исламу он относится очень прохладно, как минимум прохладно, да, это в легкой форме, я так говорю. А на самом деле очень негативно относится к исламу и все мы видели, как он на видео и на фотографиях стоит в мечети, когда проходит молитва, он и руки держит неправильно во время намаза. Так что человек не строит мечеть Ар-Рахим не потому, что нету денег, а потому, что он не хочет этого делать специально. Все знают, что эта мечеть начал строить Муртазар Ахимов и он прекрасно знает, что если он достроит мечеть, эту мечеть будет ассоциироваться не с Ради Хабировым, а все равно с Муртазой Рахимовым. Ему это не надо, он всю жизнь ненавидел Муртазу Рахимова, который его выгнал из республики за казнократство, за огромную коррупцию, за продажу мест, депутатских мест в госсобрании Курултай. Было заведено на нем уголовное дело. Муртаза Рахимов завел на Раде Хабирова, он сумел сбежать в Москву и вот он мстил Муртазе Рахимову. И когда он вернулся к главой республики Башкористан, когда его Путин поставил, он для вида, конечно, помирился с Муртазой Рахимовым, но он его никуда практически не приглашал, с ним не советовался, с ним не общался. Как он его ненавидел, так и остался ненавидеть. И он прекрасно понимал, что если достроит он мечеть, который начал строить Муртаза Рахимов, он, еще раз говорю, эта мечеть будет ассоциироваться именно с Муртазой Рахимовым, чего не нужно было радио Хабирова. Следующее. Уничтожение памяти Закива Леди. Именно при Хабирове началось это, и все мы знаем, что приближенный радио Хабирова Азад Бадранов ненавидит Закива Леди, и сам радио Хабиров ненавидит Закива Леди. Когда именно при Раде Хабирове снесли при правлении Раде Хабирова в Санкт-Петербурге во дворе Санкт-Петербургского государственного университета снесли бюст Закива Леди, и Раде Хабиров не заступился, не забрал этот памятник в Республику Башкортостан, ничего не сделал. Мало того, сейчас в Сибае снесен бюст Закива Леди, вообще целый сквер Закива Леди снесен под предлогом, что якобы будет там реконструкция, но прошло уже скоро будет уже два года, как снесли этот сквер Закива Леди и бюст, и ничего там нету, там голое поле абсолютно. Все знают прекрасно, все башкирские националисты, все особо приближенные к Раде Хабирову, кто любит и уважает Закива Леди, но так или иначе работают рядом с Раде Хабировом, они все говорят, что Раде Хабиров ненавидит Закива Леди, ненавидит его, не знаю, почему именно, хотя Закива Леди является земляком Раде Хабирова, как и моим земляком, он с Ашимбайского района, мало того, когда Раде Хабиров учился в Турции, он бывал в доме лично у семьи Закива Леди, есть фотографии, где он сидит с женой Закива Леди, и что случилось, почему такое негативное отношение Закива Леди, я не знаю, я не знаю, но это ненормально, лично, вот я еще раз говорю, что Раде Хабиров такой степени подлый человек, что у него лично его какие-то негативные, неприятия ставятся выше вообще вот уважения всего башкирского народа к человеку, именно еще раз говорю, при Раде Хабирове начал уничтожаться память Закива Леди, и сам он лично это делал, и с помощью Азата Бадранова, который тоже с давних времен ненавидит Закива Леди, ну, этот человек вообще отдельно о нем, отдельная история, это Манкурт, которых еще стоит поискать, и Раде Хабиров собрал вокруг себя таких Манкуртов, вот Азамата Абдрахманова, то есть Кельсинбаева Урала, Азата Бадранова, таких вот словачей антибашкирских, это самый настоящий антибашкирский проект, который от Кремля, который создан именно руками башкир, башкирцев, точнее, я их называю башкирцами, то есть во власти сидят в верхушке прям башкирцы, которые уничтожают все башкирское. Следующее, это обострение экологических проблем и давление на экозащитников Республики Башкортостан. Именно при Раде Хабирове обострились вот эти проблемы, карьеры, золотоносные вот эти золотодобытчики разрослись, природа начала изгаживаться, леса начали вырубаться, вывозиться. все это именно при Раде Хабирове. Он начал переделать рынка, начал возгонять старых, заводить туда новых. И когда экозащитники начали поднимать эти вопросы, он начал их давить. Он начал их давить с помощью того же Азата Бадранова, с помощью тетушек, которых собрал возле себя Азат Бадранов. Сейчас это происходит, продолжает происходить, и мы помним, что последнее событие в Тимясово, когда прошел большой сход, где собралось больше 5000 человек, и вроде бы там и было руководство Республики Башкортостан, и вроде бы поговорили, и вроде бы там тот же самый Азамат Абдрахманов там был, и говорил, что все, разработок, ничего не будет, но в итоге всех руководителей, всех, кто организовывал этот сход, а точнее это Ильсур Агай, Ильнарзаров, житель села Тимясово, это и Юмагулов Ильдар Агай, они были приговорены к штрафам, да, за организацию этого схода. Сам Ильдар Юмагулов был избит, был избит теми же самыми же людьми Азата Абдранова, ему были переломаны ноги, то есть, это все происходило при Раде и Хабирове. Ну, и до этого надо сказать, что сколько штрафов накладывали на различных защитников, экологических защитников, это и когда происходил сход в защиту земель Ишимбайского района, когда хотели их отдать инвесторам под медовую промышленную предприятие какое-то собирались там строить, где собирались в промышленных масштабах собирать мед, то есть, когда выступили местные жители против, организатор исхода был оштрафован точно так же. Следующее, я уже подхожу к концу, то есть, к своему списку, это уничтожение города Башкорт и строительство православного храма на его месте. Это вот сейчас происходит вот этот вот конфликт, когда уничтожается башкирская история, башкирская культура, и не просто уничтожается, а еще на его месте. Во-первых, тот же самый Ради Хабиров обещал построить там музей, но вместо того, чтобы построить музей, в итоге сейчас там строится православный храм. Я уже делал видео, стрим проводил, где говорил о том, что подводил итоги, но не итоги, а скажем так, говорил о том, что в Уфе по официальным данным в два раза больше православных храмов, церквей, чем мечетей. Их не хватает. Так вот, мечеть Ар-Рахим не строится, на него нет денег, как сказал Ради Хабиров, а вот на православный храм всех святых деньги нашлись. И его строят не просто где-то в Уфе, а его строят именно на месте вот этого вот города Башкорт, археологических раскопок города Башкорт, да, вместо того, чтобы там организовать, еще раз говорю, музей, нормально облагородить место, дать археологам, историкам там заниматься раскопками, поднимать уровень башкирского народа, его историческую культурную уровень на более высокий уровень, да, потому что много историков заявило о том, что действительно этот город является уникальным, что таких городов мало на территории сегодняшней Евразии. Как мы видим, этого ничего не происходит, наоборот, уничтожается наследие, многие считают, историки башкирские, что это делается специально, делается специально для того, чтобы башкиры, чтобы история башкир ассоциировалась всегда с русским государством, потому что, насколько я помню, когда я учился в школе, у нас история преподавалась с момента вхождения башкир в состав русского государства, то есть, это, да, 1556 год, да, но что, до этого у башкир не было истории, что ли? Была история, и была очень серьезная, сильная история, и вот этот вот город Башкорт, это один из моментов этой истории, один из сильных, ключевых моментов этой истории, но, чтобы как бы обосновывать вот эту вот концепцию того, что башкиры всегда были с русскими, всегда были подрусскими, были в составе русского государства, и до этого у них ничего не было, специально уничтожается вся история башкирского народа, та, которая не изучена, но которую, если изучить и поднять, и написать об этом исторические труды, предъявив все доказательства, было бы, ну, чтобы это подняло бы башкирский народ на более высокий уровень, но это делается специально, делается специально, чтобы этого не произошло, еще раз говорю, это делается руками Радия Хабирова, ну, и последнее, это подмена башкирских национальных героев, да, которая началась при Радии Хабирове, при Радии Хабирове именно поднимается культ генерала Шеймуратова, а до этого поднимался культ Красного Паши Хакимова, да, и это делается специально, то есть, поднимают тех людей, которые служили этой империи, но империи в том или ином виде, то есть, да, то есть, Советскому Союзу, это тоже самая была империя, так вот, поднимают на пьедестал именно таких людей, которые, еще раз говорю, служили верно Москве, служили верно этой империи, а те люди, те башкирские национальные герои, которые сопротивлялись империи, которые боролись за права и интересы именно башкирского народа, эти люди предаются забвению, очерняются, сносится их память, то есть, это из-за кивы людей, еще раз говорю, это сейчас и проблема возникает с памятником Салавату Юваеву, когда его память не хотят убрать, неизвестно, вернут ли его вообще назад или нет, что тоже вызовет большие возмущения среди башкирского народа, все это делается, еще раз говорю, ради Хабирови, и как итог, подводя, я хочу сказать о том, что на всех ждет, так как ради Хабиров был прислан в Республику Башкортостан как антибашкирский проект для подавления национального самосознания башкир, для подавления национального движения башкирского, да, скорее всего, будет ликвидация национальных республик, и это будет делаться руками именно ради Хабирова. Москве выгодно проводить ликвидацию национальных республик не руками каких-то там русских присланных губернаторов, да, а именно проводить руками своих же башкир, верных башкирцев, и это будет делать ради Хабиров. Вот увидите, скорее всего, ну, на 99% что это произойдет, если будут ликвидировать республику, а их, скорее всего, будут ликвидировать, потому что они для Путина представляют угрозу, то это будет делаться именно руками ради Хабирова, иначе бы его давным-давным-давно убрали, еще после Куштау, но, после событий на Куштау, но его держат специально именно для этого. И он сейчас усердно уничтожает башкирский народ, отправляя его на Украину, да, на войну в Украину. И сейчас, вот, когда будет происходить ликвидация республики Башкортостан, это будет делаться именно руками ради Хабирова. Татарстан будет ликвидироваться руками их Манкурта Мениханова. У нас это будет происходить руками башкирца, Манкурта ради Хабирова. Вот, вот, об этом я хотел поговорить и рассказать вот этой сущности ради Хабирова, антибашкирского проекта, который был прислан в Москву для уничтожения всего башкирского здесь, в республике Башкортостан. Но мы не должны падать духом, мы должны сопротивляться, потому что недолго осталась этой вообще империя, рано или поздно она, скорее рано, чем поздно, она будет уничтожена, она развалится, и республика Башкортостан наконец-то обретет свою независимость, башкирский народ обретет свою независимость, которую он так долго хотел, за которую так много боролись наши предки, вложили голову свои, проливали кровь, в любом случае мы, башкиры, получим свою независимость, республика Башкортостан станет независимым государством, а такие предатели и манкурты, как Ради Хабиров, Азад Бадранов и другие Азамата Абдрахманов и другие приспешники, вот эти вот коллаборационисты, они все получат наказание, они будут преданы суду, башкирским национальным судом, башкирским верховным судом, они будут осуждены, ну а еще раз говорю, для этого мы, не надо падать духом, надо бороться, продолжать бороться, и мы будем бороться, иншаллах, хаубу, хурматлим, айташтар, асашхахатиклем, до свидания,